Привет, кубисты! Таймсторис с моей точки зрения. Почему я это делаю? Прежде всего, потому что летсплея по данной игре на канале не будет. Я подумал и решил, что вообще это видео абсолютно лишено смысла, потому что сама суть Таймсторис, сама ее идея в разгадывании загадки, в разгадывании головоломки и нахождении какого-то вот этого потаенного смысла сценария. Если я все покажу вам, то играть будет попросту неинтересно. Это как, все равно, что, не знаю, игровой процесс квеста в реальности. Показывать примерно такое же ощущение. Подробный обзор я из тех же соображений на канале не делал, для того, чтобы максимально избежать спойлеров, для того, чтобы постараться вам ничего не показывать. Тем не менее, для тех, кто хочет ознакомиться с механической стороной Таймсторис, могу посоветовать, например, посмотреть мой обзор этой игры, которую я делал в свое время для канала Игроведа. Я ссылочку оставлю в описании, может быть, здесь где-то на экране повешу. Ютуб, кстати, скоро отключит нам аннотации, так что только ссылки в описании нас спасут. В общем, для тех, кто хочет, еще раз говорю, с механической составляющей Таймсторис ознакомиться, узнать, как, что там происходит, посмотрите мой обзор Игроведа. Таймсторис — это игра на стыке ролевой и настольной игры. То есть такой некий симбиоз двух этих жанров. Она очень сюжетно ориентированная. Она очень ориентирована на отыгрыш игроков, то есть насколько они погрузятся в игровой мир и насколько они смогут сопереживать тому, что происходит в данной игре, насколько они смогут реально жить жизнью этого агента времени. В Таймсторис для этого, в общем-то, есть все необходимое. Мы со своей компанией в Таймсторис сыграли где-то, наверное, год назад. Прошли мы ее за одну игровую сессию, то есть за несколько партий, которые мы сыграли подряд. Как вы знаете, здесь, если вы проигрываете, вам дается определенное число попыток для того, чтобы заново попытаться перепройти, используя уже какие-то накопленные вами знания и даже некоторые совсем ключевые предметы. Они будут в дальнейшем присутствовать у вас. Но тем не менее число этих попыток ограничено. Мы в итоге проиграли. Мы не смогли на последней попытке выполнить условия задачи и с треском провалились. На нас наорали представители агентства. Агентство Temp, я его называю, как в игроведе называл в свое время эта игра. Мне очень понравилась аббревиатура. Ее тоже там расшифровали. Ну, в общем, Таймсторис, агентство Тайм. В игроведе она называлась агентство Temp. Очень атмосферно, очень антуражно это было. Мы не разъезжались, сидели допоздна, лишь бы вот дойти, допройти, добить сюжет. Было очень интересно. Где-то часа, наверное, четыре у нас ушло. Вот на суммарно несколько заходов. При том, что все более или менее правила заранее знали. Тем не менее, для тех, у кого будет времени на эту игру меньше, мне очень нравится, что игрой предусмотрен режим сохранения. Там можно складывать в определенные места в коробке-органайзере элементы игры. Они туда спокойно укладываются, и вы сохраняете практически весь процесс. То есть там все, что нужно, раскладывается в определенные ячейки. В правилах подробно написано, как это делать. Это очень здорово для тех, у кого не очень много времени на игровые партии. Но там по часу можно играть, в общем-то, несколько вечеров. В очень скором времени, если не уже, начнется предзаказ на русскую версию Time Stories, который будет проведен силами Краудгеймс. Ссылку я тоже в описании оставлю. Как обычно, все, кого игра заинтересовала, могут пойти посмотреть, прицениться, если кому-то будет это интересно, игру там приобрести. Помню, где-то прошлым летом Краудгеймс проводили опрос по поводу игр для локализации. То есть их аудитория могла проголосовать за ту или иную настолку, насколько они заинтересованы в том, чтобы ее локализовали. Я помню, в то время писал даже пост у себя в группе ВКонтакте о том, что я считаю, что локализовать Time Stories идея не очень хорошая. Почему я это тогда писал? Речь шла только про базу. А это та самая игра, которой дополнения прям вот необходимы. Она немножко такая одноразовая, да даже не немножко, что греха таять, это действительно одноразовая игра. Когда вы пройдете основной сюжет базовой коробки, переигрывать его вы, скорее всего, уже не сможете, потому что это лишено всякого смысла. Как только вы знаете разгадку сюжета, как только вы знаете, ну, там, грубо говоря, терминами, да, кто убийца, там, кто... Ну, как в обычных детективах, конечно, там все совсем по-другому. В общем, как только вы будете знать суть игры, переигрывать в нее вам не будет никакого смысла. Но Краудгеймс уже официально объявили о том, что будет как минимум два дополнения. Одно дополнение будет одной из самых лучших, существующих на данный момент для этой игры, а второе дополнение будет очень свежее. Я не могу называть вам четкие названия, мне Краудгеймс не разрешили этого сделать, но тем не менее, я говорю, что абсолютно точно два дополнения к этой игре будут изданы на русском языке так же, как и база Time Stories. Довольно интересно, кстати, что сценарии для этой игры есть тоже абсолютно разные. То есть вот базовый сюжет Time Stories — это кооперативная игра, полностью кооперативная. При этом в правилах написано, что дальнейшие сценарии, и это в том числе могут менять, и могут быть неполностью кооперативные сценарии, в которых игроки будут так или иначе друг с другом соперничать. В этой игре мне очень нравится механика времени, вот того самого, который лежит в основе, собственно, Time Stories. Здесь, по сути, у вас вся игра ограничена вот этим количеством раундов, количеством времени, и любые ваши поступки, любые ваши действия требуют этого самого времени, что логично, как и в жизни, чтобы перейти там из одного края локации в другой, вам потребуется столько-то времени. А если там эти комнаты расположены еще дальше, потребуется больше времени. Это здорово, это мне очень нравится, и вот это действительно заставляет так с напрягом немножко проходить эти миссии, и считать каждую секундочку, и думать, что вот, ага, там, ты давай, значит, иди туда, я пойду сюда, мы вместе с тобой не пойдем для того, чтобы время не потратить. А с другой стороны, если мы пойдем вместе, мы сможем быстрее какие-то проверки пройти, какие-то головоломки решить, опять же, потому что у нас будет больше на это возможностей. Тут вот очень четко игра заставляет балансировать между желанием преуспеть и желанием успеть, собственно, чтобы время не кончилось вообще. Совсем в основе игры лежат все те же проверки на кубиках, как и в любых подобных полуролевых играх, типа там того же Ужаса Аркема или в ролевых играх, как и всегда, это проверки на кубиках. Но здесь они реализованы, в общем-то, немножечко-немножечко по-другому. Там интересная система вот с этими щитами, ну и плюсами, значки на этих щитах указывают, что вы будете в процессе проверки терять, вплоть до такого ценного времени. Конечно, влияние кубика здесь довольно-таки велико, но это, в общем-то, аналогично практически в любой настольно-ролевой игре, где все проверки так или иначе проходятся на кубиках. Достаточно высокий уровень здесь случайности, но что поделать, вот такова механика для проверок в данной игре. Мне очень понравилась механика внешнего вида локаций в игре. То есть, когда команда игроков заходит в локацию, она видит перед собой панораму. Большой длинный ряд картинок, на которых игроки сами должны заметить какие-то вот интересные, привлекающие их внимание моменты и решить таким образом, куда они пойдут в этой локации, с чем будут взаимодействовать. То есть, это не текстом написано, что вот там стоит шкаф, в углу, значит, большой деревянный стол с явно закрытым на замок ящичком, а там висит большая красивая картина. Нет, вы все это видите своими глазами. И вы должны решить, что вам наиболее интересно, кто, опять же, куда пойдет, пойдете ли вы вместе к какому-то объекту, потому что он, например, может представлять опасность, по вашему, опять же, мнению, или, наоборот, разделитесь. Очень здорово, что только тот игрок, который взаимодействует с объектом, он читает его карточку. То есть, только он знает, что происходит. Он может об этом сообщать, но не может прям вот дословно это все передавать. Это очень здорово. Но здесь, опять же, сложность языкового барьера. Текст в игре не самый простой на английском языке. Мы, в общем-то, мучились. Это, конечно, не второе издание Manches of Madness, но, тем не менее, текст там тоже очень такой своеобразный, непростой, особенно, когда это связано вот с той самой стариной, 921 год, психушка. Не часто нам удавалось, в общем-то, прям с первого раза моментально так взять и на английском языке спокойно все прочесть и понять. Ну и, конечно же, очень волнующий всех вопрос, который обсуждается в интернете с самого появления, в общем-то, Time Stories на рынке, это цена вопроса. Сколько стоит будет коробка и стоит ли она вообще своих денег? Насколько я обладаю информацией, опять же, как мне сказали, по предзаказу коробку Time Stories можно будет купить за 2500 рублей. Это, конечно, далеко не самая низкая цена для коробки одноразовой игры, скажем так, но, тем не менее, она стоит столько же, сколько вы отдадите за один поход в самый дешевый реалити-квест, то есть квест в реальности. Мне кажется, это сравнение наиболее близко в данной ситуации, потому что вы приходите, вы играете час, успели вы пройти, не успели вы пройти, вот у вас есть час, вы играете. Здесь примерно та же ситуация, у вас есть один целый сюжет, вы купили себе коробку, сели с друзьями, поиграли, прошли, не прошли, неважно. Кстати, вне зависимости от того, пройдете вы или не пройдете, эта игра, я думаю, немало сюрпризов вам преподнесет. Даже нам, которые игру не прошли, она нас умудрилась в конце удивить, то есть вот совсем удивить, и ощущение от нее осталось, в конце концов, такое вау. Мне кажется, что 2,5 тысячи рублей при учете того, что вы ее купите на компанию, это деньги не очень большие. В конце концов, ее потом всегда можно будет с рук кому-то продать, если вы уже решите не покупать дополнение к ней, если она вам не понравится. Но вот этот опыт такой законченной интересной истории, которую нельзя повторить, где, в общем-то, ваши действия практически перманентны, за ваши ошибки вы расплачиваетесь, и нет никакого «можно я перехожу, можно я переиграю», это очень ценно, и это в настолках встречается нечасто, потому что очень часто в настольных играх, даже если мы там совершили какую-то ошибку, мы берем и переигрываем, а тут Тигратья говорит в лоб «все, накосячил, живи с этим». Это достаточно интересная задумка, и она, мне кажется, дает ощущения, которые настолки очень редко позволяют испытать. Подводя итог, хочу сказать, что нам Time Stories понравилась в нашей компании, когда мы играли в нее год назад. Мы ее даже несколько дней потом обсуждали и вспоминали, что же у нас произошло, как же мы могли так тупить, как мы ловко преодолевали какие-то препятствия в этой игре, и насколько необычные там были витки. Я вот говорю, я всеми силами стараюсь ничего не спойлерить, потому что прям хочется. Персонажи очень живые, история классная. Тратить или нет свои собственные деньги на эту игру, решать, как обычно, только вам. Если вы хотите историю, которую вы проживете вместе с этой игрой, я бы рекомендовал. Если вы цените в играх прежде всего реиграбельность, цените возможность разложить на столе эту коробку там десятки раз с разными компаниями. Скорее всего, Time Stories не ваш кандидат. Вот, пожалуй, и все, что я хотел по поводу данной игры сказать. До встречи на канале не только, друзья. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok